Приветствую всех любителей рукоделия! В сегодняшнем видео уроке я покажу вам, как я спляла вот такую фенечку с рисунком перевернутой шахматной доски, техникой косого плетения. Фенечка довольно широкая, таким образом выглядит ее изнаночная сторона и лицевая сторона. Для того, чтобы приступить к плетению, нам понадобятся нитки мулине черного и белого цветов по 3 мотка длиной 8 метров каждого. Такие нити производятся, как правило, специально для различного рукоделия. В принципе, подойдет любая другая пряжа такой же толщины, но плюс именно хлопчатобумажные нити мулины, особенно по отношению к плетению подобных браслетов, состоит в том, что она не пушится на самом изделии и не треплется, то есть носится долго и не выцветает даже при постоянном купании. Также нам пригодятся ножницы и скотч. Итак, теперь мы нарезаем 15 белых и 15 черных нитей длиной в 90 сантиметров и раскладываем их в определенном цветовом порядке согласно схеме. Ссылку на схему я оставлю в описании под этим видео. Первые две пары нитей белые и черные. Третья пара черные и черные. Четвертая пара нитей черные и белые. Пятая белые и белые. Шестая белые и черные. Седьмая снова белые и черные. Восьмая черные и черные. Девятая пара нитей черные и белые. Десятая белая и белые. Одиннадцатая белые и черные. Двенадцатая тоже белые и черные. Тринадцатая черная и черные. 14 черная и белая и последняя 15 пара нитей белая и белая расположив все нити в соответствующем порядке мы прикрепляем их на скотч к любому неподвижному предмету и начинаем плетение мы отделяем нашу первую пару это белая и черная нити согласно схеме и делаем узел фриволете вправо влево подробнее о том как плести различные виды узлов вы можете посмотреть в нашем отдельном видео нажав на подсказку в правом верхнем углу вторая пара нити состоит из того же порядка цветов и тех же узлов а значит проплетается аналогичным первому способом третья пара черных нитей состоит из двух одинаковых узлов только вправо четвертое основа фриволете влево вправо шестая пара вправо влево седьмая аналогично вправо влево белым по черному продолжаем наше плетение согласно схеме я рекомендую изначально соблюдать одинаковую плотность плетения на протяжении всего процесса чтобы фенечка не была перекошенная перетянутая местами широкой или местами узкой то есть узлы желательно затягивать с одинаковой силой в каждом ряду таким образом фенечка будет выглядеть максимально аккуратно а и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...